Сегодня в Центре культурных инициатив ЮГР прошла церемония открытия республиканского смотра «Зодчество года». Конкурс проходит в Коме уже в 19-й раз и приурочен ко Дню Республики. Работы мэтров, архитектуры и молодых авторов оценила Любовь Лапина. В зефирном зале Центра культурных инициатив сегодня скорее монолитно, чем воздушно. На стендах в ряд проекты. От изобилия многообразия дизайнерских решений разбегаются глаза. Представить, к примеру, такое пожарное депо, футуристичный, драматично-красный в тонах академический театр или многофункциональный комплекс «Живой» в Коме пока сложно. Но сами представленные работы мэтров радуют. На этой выставке я вижу, что это безусловные достижения, что здесь есть определенный рост. И это убедительные работы. И мы можем говорить о том, что республика Коме формирует свою архитектурную школу. Это принципиально. Впрочем, особо смелые решения присущи все же пока больше теоретикам, студентам-архитекторам из Ухты. Тех, кто уже в бизнесе, хоть и отличает дизайнерский почерк, но все же он явно спокойнее и выдержаннее на фоне прогрессивной молодежи. Вот, к примеру, работа Валерия Боречевского. Архитектор с именем и многолетним стажем. Он специализируется на малоэтажной застройке и своими проектами в очередной раз доказывает. Даже в, казалось бы, таком простом деле, как возведение небольшого жилого дома, помимо самого дизайна, нужно учитывать множество тонкостей. Я думаю, в любом случае строить надо по проекту, и это инвестору проще. Есть возможность оценить свои, так сказать, силы, финансовые возможности, для того, чтобы любое строительство не превращалось в долгострой. Молодые архитекторы практики подтверждают, неправильный подход и до строительства дело может даже не дойти. Проект так и останется лишь на бумаге, а потому в реальности все чаще приходится идти на компромисс с будущими инвесторами. Самые смелые идеи, конечно, очень сложно воплотить, потому что все упирается в коммерцию. Заказчики не очень стремятся тратить огромную сумму денег для реализации проектов, поэтому приходится, как бы, искать компромисс определенный между первоначальной идеей и потом последующим ее воплощением. Не всегда получается то, что хочется. Владимир Рунг в архитектурном бюро работает пять лет. Половина проектов его организации подготовлена как раз им самим. Вот, к примеру, концепция визит-центра. Его разработка заняла целых восемь месяцев. Идея, к слову, не нова. Такие проекты сейчас реализуются во многих регионах. То есть человек, не зная про нашу республику ничего, может приехать в музей не краеведческий, а именно визит-центр. Он немножко проще в этом плане. И получить, в принципе, всю информацию о республике, о ее природе, о животных, о истории. И это все делается примерно на территории нынешней станции ЮНАТОВ. Фирменный стиль во всем. От наружной отделки и интерьера до надписей. Предполагается переработать дендрарий, зоопарк и добавить новые объекты, например, музей геологии. То есть, суть в том, что это небольшая, такой ком, под ним находится музей геологии. А сверху, всем известные уже, наверное, в север России, столбы, выветривание, мальчик, бонюр. Всего на смотре представлены лучшие работы по 12 номинациям. От реальных проектов до креативных деревенских построек, макетов школьников и студентов. Председатель правления Союза архитекторов коми Леонид Федосов отмечает рост на лицо. Я могу как бы отследить этот процесс. То, что ребята растут и растут так по-взрослому, так скажем, это очевидно. Меня это радует, потому что при создании вот этой кафедры, тогда еще в индустриальном институте, были проблемы. Что вы там в деревне вздумали готовить архитекторов, когда у вас в городе архитекторов 5 человек. Ну, было 5, стало 18. Было 18, стало 100. Кто победил, я слышал. Ну, главное, чтобы появилась архитектура. Это очень взрослые ребята. Сами архитекторы уверены, выставка будет интересна не только специалистам, но и просто жителям коми. Ведь здесь можно в полной мере ощутить то самое, что можно условно назвать национальное пространство. Чувство архитектуры, по которой можно познать черты определенного места. Любовь Лапина, Иван Богомолов, телеканал Юрген. Спасибо. Спасибо.